Здарова всем дорогие друзья! Сегодня попытаемся выяснить такой очень интересующий многих вопрос Кто же, когда и при каких обстоятельствах впервые назвал рок-музыку рок-музыкой? В обществе бытует такое мнение, что рок-музыка родилась в Америке в конце 50-х, начало 60-х годов Из джаза и блюза выросло такое новое течение, новая волна, как рок-н-ролл Ну понятно, кругицы вращаться А позже от рок-н-ролла уже сформировалась современная рок-музыка Однако, откуда же взялось первоначальное слово рок? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно перенестись в Германию, 1932 года Потому что ответ находится именно там Итак, Германия, 1932 год Молодая актриса и кинорежиссер Лени Рифеншталь, ставшая позже известной всему миру по отснятому ей киношедевру «Триумф воли» Знакомиться с четырьмя молодыми архитекторами, состоящими на службе в главном архитектурном бюро Третьего Рейха под руководством Альберта Шпеера Друзья весело проводят время, ходят в разнообразные клубы и слушают много разнообразной музыки Время шло своим чередом, о предстоящей войне тогда еще никто и не думал Четверо друзей приглашают Лени Рифеншталь приехать к ним ночью в их архитектурное бюро Сказали, что подготовили для нее какой-то сюрприз Когда Лени приехал, вели в небольшую комнату, в самой дальней части здания Парни сели на стулья, взяли гитары и начали играть Лени слушала как завороженная, впав в необъяснимый, мистический транс Она никогда ранее не слышала ничего подобного Двое гитаристов играли причудливые, никогда досели неслыханные рифы Третий гитарист лупил плектором исключительно по басовым струнам Четвертый просто барабанил по корпусу гитары ладонями, задавая тем самым ритм для всей музыки Услышанная музыка повергла Лени Рифеншталь в настоящий шок Будучи очень хорошо знакомой с Адольфом Гитлером Лени решила рассказать первому человеку Германии о том, что же происходит по ночам в архитектурном бюро Альберта Шпиллера Адольф Гитлер, в свою очередь, очень сильно нуждался в политической пропаганде Несмотря на то, что Гитлер от природы обладал сильнейшим талантом оратора и вдохновителя Вся его пропаганда ограничилась людьми, знающими немецкий язык А поскольку музыка не имеет языковых барьеров Его очень заинтересовала идея использовать абсолютно новое музыкальное звучание В агитационных целях по всему миру На следующий день, встретившись с музыкантами, Гитлер принял решение Взять этот проект под свой личный контроль Таким образом, весьма амбициозный проект по созданию принципиально новой музыки Получил безграничную государственную поддержку Чуть позднее перед музыкантами образовалась новая проблема Гитары нужно было электрифицировать Правительство Вермахта заказало для музыкантов джазовые электронные гитары Gibson ES-150 Четверо друзей сразу же от них отказались из-за абсолютно неподходящего звучания Тогда им привезли австрийские инструменты фирмы Rickenbacker Эти изделия уже напоминали современные электрогитары Однако, у них была короткая мензура и неудачное строение датчиков Поэтому на базе австрийского Rickenbacker музыканты решили создать собственную, ни на что не похожую электрогитару Одну из моделей сделали с длинным грифом и натянули на нее толстые струны от рояля Так на свет появилась первая в мире бас-гитара Для барабанщика была спроектирована первая в мире ударная установка из 37 элементов Следовательно, несколько гитарных усилителей собственного производства Музыканты получили первый в мире гитарный перегруз Но здесь перед музыкантами встала еще одна задача Полученный звук нужно было куда-то записывать А звуковые устройства того времени ограничивались всего лишь семью минутами записи И тогда немецкие инженеры изобрели первый в мире магнитофон Имеющий способ записить на магнитую ленту Музыкантов поместили в отдельный дом в пригороде Кёнигсберга И весь проект строго засекретили Но откуда же все-таки взялось то самое слово рок? Итак, что же нам по этому поводу в своей исторической книге пишет Олег Нестеров Лидер группы Мегаполис, основатель музыкального лебла Снегери Человек, кстати сказать, детально изучал интересующий нас вопрос Итак, читаем Белая юбка из плотного шелка с голубым рисунком Напоминающая узоры мороза на стекле Свободная, чуть ниже колена В ней Лени чувствовала себя снежной королевой А теперь, про листаминский экстремент вперед Лени встретилась с Гитлером обсудить музыкальный проект Гитлер говорит Лени, ее имя снова далось ему с трудом Я прошу вас с этой минуты об этом никому ничего не говорить Предлагаю присвоить нашему проекту кодовое название Гитлер задумался И тут его взгляд упал на ее колени Прикрытые юбкой И Гитлер сказал Проект будет называться Рок Все дело в том, что в переводе с немецкого языка Рок это Юбка Вот так вот абсолютно случайно Гитлер назвал целое музыкальное направление Даже само слово рок-н-ролл В принципе разносит в пух и прах Американскую теорию о происхождении рок-музыки Дело в том, что если мы дословно переведем слово рок-н-ролл Мы получим что-то наподобие вращающейся скалы Согласитесь, это бессмыслица Но если заменить американское слово рок на немецкое Получим вращение юбкой Вот собственно и все и сошлось Американская теория развалилась Потому что девушки танцуют рок-н-ролл Вращали юбками Здесь есть один конечно момент Дело в том, что у американского слова рок Есть дополнительное значение Как Трясти и качать Но дело-то все в том, что Это дополнительное полусленговое значение Появилось у слова рок в конце 60-х В начале 70-х годов Точную дату вам никто не назовет Дело в том, что музыка-то в это время уже была Соответственно американская теория развалилась опять Так прошло несколько лет Музыканты творили и создавали новый материал Гитлер каждый раз приходил в восторг От прослушивания совершенно новой музыки Однако потом что-то пошло не так Главные идеологи Рейха почувствовали реальную угрозу Исходящую от нового прогрессивного звучания По их мнению, если эта музыка когда-нибудь выйдет в мир Ее сразу же скопируют враги и будут использовать против Германии С особенным усилием на эту тему довел министр пропаганды и образования Йозеф Геббельс В 1938 году, за год до начала Второй мировой войны Гитлер принимает решение закрыть проект Юбка А всех его участников ликвидировать В 70-х годах нашлись свидетели, которые видели Как однажды ночью из отдаленного дома под Кёнигсбергом Сотрудники гестапо выносили окровавленные тела Когда в 1945 году американские войска вошли в Германию Начался откровенный грабеж немецкого имущества Особенно американцев интересовали секретные бункеры нацистов В одном из нацистских бункеров Американские военные обнаружили несколько ящиков На которых было название «Рок» Также в этом бункере были электрогитары причудливой формы И куча всякого звукового оборудования Долго не думая, американцы погрузили все на грузовики Потом на корабли и отвезли к себе в Америку Позже в Америке, разбирая и прослушивая документы и материалы Секретного проекта «Рок» Американцы живо смекнули Что с помощью этой абсолютно новой музыки Они смогут покорить сердца всей планеты А название данного музыкального направления Решено было оставить так, как есть И вот так на планете зазвучал американский «Рок» Который на самом деле был придуман в Германии В самом начале 70-х годов В Западную Германию приезжает Мик Джаггер Для него должна была состояться фотосессия А поскольку Мик Джаггер был очень большим поклонником творчества Лени Рефеншталь Он настоял, чтобы его фотографировала именно она Фотосессия прошла отлично, все хорошо Лени и Джаггер познакомились, разговорились И однажды Лени спросила его А знает ли он вообще, откуда произошла рок-музыка Он, естественно, сказал Это мы, американцы, все придумали, все классно, здорово Но она ему сказала Как было все на самом деле Рассказала полностью детальную историю Мик Джаггер рассказал эту историю Своему другу Дэвиду Боуи Дэвид Боуи поспешил поделиться с гиппопом А потом об этом узнал весь мир Так что хотите вы этого или нет Но рок-музыку придумал, как сейчас модно говорить Самый главный злодей человечества Адольф Гитлер Но американцам невыгодно менять устоявшийся ход истории И поэтому они не признают теорию немецкого происхождения рок-музыки Им просто это неудобно Да, кстати, в этой истории есть еще очень интересный момент Сразу же после войны В Америке начинается массовый выпуск Магнитофонов на магнитной ленте То есть, все как всегда Американцы что-то взяли у других И выдали за свое Всем пока